Медиагруппа «Авангард» представляет Буквально головком по Европам пробегусь По каким-то концептуальным понятиям И покажу пару реальных примеров Того, как работает наша система Самое первое, с чего хочу начать Это с канонического определения DLP DLP для любителей подглядов, да? Оно самое тоже обожает вариант Я в определении DLP предпочитаю использовать Определение Ричи Магуна из компании Секурозис Вот, собственно, эта цитата здесь и есть И ключевые опорные вещи здесь Это что? Обнаруживать данные в хранилище Отслеживать перемещение данных И обеспечивать превращение утечки данных Все это должно быть централизовано и так далее На самом деле, замечательный большой труд Который очень рекомендую почитать всем Кто хочет поглубиться в тему Источки, как я здесь указал, название Да, там DLP, WIP, что-то такое На сайте Sikurosis.com Прекрасный материал Что ключевое? Ключевым в работе DLP-системы Должна являться автоматизация Автоматизация работы по выявлению И предвращению утечек Это должен делать не офицер безопасности Должна делать машинка Это одно из ключевых требований Которые к нам предъявляют, например, на европейских рынках Чем больше мы говорим Вот это можно там-там посмотреть Тем меньше к нам интереса И наоборот, чем больше мы говорим Что это сделают машины Личные данные никуда не покидают Пределы рабочей станции Все интересы разгорается Как должна работать машинка? Два основных принципа Контекстный контроль Параметры кто, где, когда, куда И контентная фильтрация Проверка содержимого То есть уже смотрим, что передается Методов много И это самая интересная в DLP-технологиях Где это может работать? Три основных места Три основных точки применения контентной фильтрации Это, во-первых, сканирование хранимых данных То есть до того, как информация может утечь Что-то лежащее не там, где надо Может рано или поздно выстрелить Это сценарий выявления утечек Уже состоявшихся Или бывших попытками Когда идет работа с архивом Когда с помощью контентных фильтров Вытаскиваются определенные выборы И получается срез И значимая информация И, наконец, это как раз тот случай Когда DLP является для любителей подглядывать И самый вкусный, самый интересный вариант Когда контентные фильтры используются Для предотвращения утечек Когда они срабатывают в реальном времени В момент передачи Нажали кнопку «Отправить» Мошенника заработала Нашла, к примеру, пачку номеров Кредитных карт Сказала «Стоп» Или наоборот Кредитные карты данному сотруднику передавать можно Ему все закрыто А это пошло в передачу Вот так примерно отрисовал Схематику работы Как это может быть Когда данные Передаются исключительно после анализа Запреты подлежат не каналы в целом А именно данные То есть информационно-центричный подход Нет данных о граничном доступе Передачи разрешили Проблем нет Оперативная реакция по инциденту В данном случае тоже может исходить От срабатывания непосредственно на машинке В виде какого-то алерта Теневые копии и прочие вещи Значимые для расследования инцидентов Тоже имеют место быть Могут создаваться Потом все это проверяется Ну и собственно говоря На этом теорию заканчиваю Мы все это умеем Наш продукт позволяет все это делать И предотвращает утечки данных И обеспечит детальный мониторинг событий Со всеми теневыми копиями Для огромного количества каналов Хранения, перемещения, печати и так далее Сканирование хранимых данных тоже есть Работа с сортливом тоже присутствует И в ближайшее время мы добавляем То, что очень любят на российском рынке И мы не будем это продавать на зарубежных Это мониторинг активности поля Та самая запись экранов И прочие малоприятные Для иностранного безопасника вещи Другая часть доклада То, что мы будем показывать Это двойслог virtual DLP Так мы называем технологию Позволяющую контролировать Терминальные сессии Для чего нужны Терминальные сессии по идее понятно Идеальный вариант Когда доступ к конфиденциальной информации Предоставляется только через терминальную сессию Чтобы создать условно-стерильную среду Даже буду пропускать лишние слайды Мы исходим из принципа Из посыла, что Если доступ к корпоративным данным Предоставляется только на время работы Это может обеспечить сценарий Когда на рабочих станциях сотрудников Защищаемых данных может просто не быть Надо поработать Залез, поработал, ушел Во многих банках такая ситуация Развита и присутствует Для этого Для этого Довослуг обеспечивает контроль И защиту буфера обмена Терминальных сессий Перенаправленных устройств И контроль Сетевых коммуникаций Непосредственно на терминальной станции На терминальном сервере А вот теперь Собственно уже демонстрация Первый сценарий Он условный Второй будет уже Обкатанный в реальной Банковской среде В конкретном банке Итак, первый сценарий Предполагается, что Рабочая станция Может быть что угодно Тонтый клиент Мобильное устройство Просто Машинка без ничего На ней ничего быть не должно Вся работа ведется На терминальном сервере В рамках терминальной сессии При этом Мы там разделили Условно Информацию на Конфиденциальную категорию И неконфиденциальную Незащищаемую Сложность не наворачивали Для демонстрации Простой сценарий В данном случае Используется технология Цифровых отпечатков То есть Если детектируется Что файл Из как раз Вот этой Самой Конфиденциальной папочки Хранилища Неважно Откуда он взят И как он Передается Буквы обмена Ее передача Должна быть закрыта При этом Внутри терминальной сессии С ним работать можно Второй сценарий Это то Что мы не так давно Успешно запустили В одном из крупнейших банков На Не соврать 70 или тысяч Терминальных сессий На ПИЧе достигается Когда Терминальный сервер Используется Вхат Интернет-киоск То есть На рабочих станциях Интернета Нету Хочешь в интернет Идешь в терминальную сессию И наслаждаешься Любой серфинг Все что угодно Оттуда Можно брать К себе На рабочую станцию Все что хочешь А на терминальный сервер Во избежание утечек Можно передавать Только Конкретные ссылочки Ну в принципе Интернет-киоск В одном из крупнейших Российских банков Успешная работа Причем Была интересная предыстория Решение для Вот этой вот задачи Банкам Искалось около года Когда они уже отчаялись Они пришли к нам По старой памяти Спросили Ребята У вас это есть? Две недели Пилот запущен На стройку всего Ушло буквально Пара дней Уже в течение года Эксплуатация идет Без вопросов На этом демонстрацию С вашего позволения Закончу Как я обещал Постараюсь быть кратким Если есть вопросы Давайте То есть это означает То что Необходимо Ставить агента Так же на рабочее место Так и на сервер Зависит от сценария На самом деле То есть Грубо говоря На тонкий клиент Вы в принципе Ничего не поставите На мобилку тоже Если рабочее место Используется И для доступа К терминальным серверам И на нем Тоже какая-то Полноценная работа Ведется И с него С этого рабочего места Вот скажем С ноутбука Нормального Живого Тоже может быть Какая-то передача И потенциальные утечки Могут возникать То да Возникает задача И на терминальном сервере Держать клиент Для контроля Этой части Связанной с виртуализацией И на агенте Для контроля Локальной рабочей станции Все верно Спасибо Дайте Товарищи Микрофон Два вопроса В девятке Как Выясняется Какая информация Является конфиденциальной Какие есть механизмы Для этого Ну в данном случае Показали один Классических Вариантов Работа По цифровым Отпечатков Логика Примерно Несложная Идея простая Есть определенные папки Которые известны Два слога сервера Да Сервера Два слога Их сканирует Он знает Что эти папки Относят Такой классификации Может быть Несколько От конфиденциальной До неконфиденциальной Как угодно Назовите там Дело хозяйское И потом Соответственно Снимая цифровые отпечатки С файлов Хранящихся там С определенной Периодичностью На случай Появления новых И используете Их уже Для работы С потоками данных На агент То есть Агент Имеет нить Поток данных Снимает хэш Кидает на сервер Тот возвращает ответ Да Он соответствует С какой-то степенью Агент Применяет Своей политике Уже Зная Что у него Должно быть Отклонение Не выше Заданного предела Что с этим Отклонением Делать Можно Нельзя Правила Может быть Разрешающие Может быть Запрещающие Да Вот как Случай с интернет Были Разрешающие Правила Ничего нельзя Кроме В любом направлении Но логика одна Мы знаем Где взять образцы Мы их используем Мы с ними Сиферяем А коннектор Бази данных Используют? Кого? Коннектор Бази данных Ну вот у меня Есть база данных Я понимаю Личная база данных В данном случае Личная хранима В файлах Не-не-не Я про другое Про источники В качестве Примеров Для коммерческой Ну не коммерческой Тайны Для кофициальной информации Нет Здесь немножко Не тот сценарий Не тот принцип Ну то есть Пока база данных В качестве источника База данных В качестве источника Пока не выступает Хорошо Это у нас Стоит в планах На следующие полугодия Заняться этой темой Слава богу Накопили определенный опыт За счет Разведки баз данных Которые Как вторичные сервисы Идут Ну и если Телеграм-канал Утечки информации Читаете То Наверное в курсе Что мы уже год Как это дело Активно мониторим Научились работать Такими опубликованными Базами данных Соответственно Планируем Этой темой Раскачивать И внутрь продукта Второй вопрос В части расследования Вот там Появилась запись Можно посмотреть Это все Прекрасно У меня вопрос С точки зрения Поиска информации По вот этой Вот записанной Теме Что я имею ввиду Мне есть Какие-то ключевые слова Допустим Из утекшего документа Или еще что-то Я хочу увидеть Кто к нему Обращался Не с точки зрения Как бы он там Уложился в режим Или нет А вообще Кто в принципе К этой информации Обращался Ну Вопрос Обращения Какой-то хранимой Информация Немножко другая Это уже Ни ДЛП Я имею ввиду То что проскакивало В сессии То есть Вот там Обращался Пользователь Если речь о том Что было зафиксировано Положительных Отрицательных Попытных Для этого Существуют Поисковые технологии Работая с С базой Через поисковый сервер Который у нас Создается Одной часть комплектов Ну то есть Это увидеть можно Вот Есть грубо говоря Google по базе данных Если что-то В базе данных попало У меня вопрос в другом В сессии Вот смотри Ты показывал пример Что можно там Попробовать Скопипастить Официального документа В терминальной сессии Не сработало Чудно Он не копипастил Он просто посмотрел И дальше С экрана Просто По телефону Кому-нибудь Там эту историю слил Вопросов нет Вот я хочу Эту историю отследить Как я это сделаю На самом деле Варианты есть Варианты есть Они может быть Не сразу выглядят Прозрачными Да А просто Как построить Схему работы Эти сходу Конечно Две-три схемы Так и нарисую Ну окей Но они есть Во-первых Это через поисковый сервер Отслеживание Определенного Класса событий Да Он же будет работать И с теми самыми Записями экрана Их можно посмотреть В какой-то части Во-вторых Есть вариант Использования Detection правил Так называемых У нас есть такая Хитрая вещь Detection правила Это Правила контентной Фильтрации Которые ничего Не блокируют Просто параллельно Идет процесс передачи Чего-то Да Они при этом Параллельно Проверяют содержимое И пишут в журнал Да вот было такое На фоне Никому не мешая Можно посмотреть Где они срабатывают То есть их задать Потом их отсмотреть Мы стараемся Как можно больше Такой вычислительной На грусти Отдавать на агента Чтобы она была Распределенной То есть почти все Такие решения Будут исходить То, что один Что-то увидел Обнаружил Как он среагировал Это уже вопрос Как задавать Извини Поэтому сценарий Есть Давай подробнее На стенде У меня третий вопрос Еще родился Пока говорили Неугомонный А то Появилась ли Иерархичность С точки зрения Поиска По данным Собранным Что я имею ввиду Ну то есть у меня там Стоят инстансы Где-нибудь там По филиалам Которым я не хочу Каждому обращаться Для того Чтобы поискать Будет ли у меня Единый индекс По всем филиалам В одном месте Да Ответ Да И ответ тоже Не в одну минуту Я Решение для этого Есть Хорошо Спасибо Калинь Наверное все Спасибо